В Чубаксарах усыновили мемориальную доску в память о воине-десантнике Олеге Беспалове. Он погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане в 1981 году и награжден посмертно орденом Красной Звезды. Ученики 7-й столичной школы торжественно и чинно несут почетный караул. Школа с 2009 года носит имя Олега Беспалова. Строки его биографии кратки, как и его жизнь. В памяти тех, кто знал его лично, кто его любил. Он остался прежним, верным другом и товарищем. Вот теперь только остается вспоминать. И хочется, чтобы наши ребята, которые здесь растут, торят в эту школу, в седьмую, куда и он ходил. Тоже помнили о нем. И каждое утро, заходя, мысленно здоровались с Олегом. Мысленно его благодарили, что он погиб не зря. Большое спасибо ребятам, моим друзьям, депутатам и городской администрации, что сделали эту мемориальную доску. Бережно хранят память о нем и его одноклассники. Именно они выступили с инициативой увековечить память своего друга. Ее поддержали и жители микрорайона. Это нужно для военно-патриотического воспитания молодежи и подрастающего поколения. Олег Беспалов ушел в вечность. Вы знаете, когда цинковые гробу привезли Олега, когда гроб стоял дома, письмо из ящика было от него. Мама, родители, мы скоро домой. Очень скромно, мужественно, ответственно. Вот такие были родители и такой сын. Напомним, рядовой Олег Беспалов погиб в провинции Кандагар в октябре 1981 года за несколько дней до увольнения в запас. Сегодня именем отважного десантника-гронометчика названа улица в городе и сама школа. На торжественном открытии мемориала присутствовала и племянница Олега Беспалова. Я надеюсь, что наши ребята, которые учатся здесь, в седьмой школе, они уже знают историю Олега, поймут, насколько вообще важна их жизнь, насколько важно быть правильным человеком. Цветы к мемориальной доске – минута молчания. Так заполнилась еще одна страница народной памяти. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.